Но самый-самый первый был еврей, это был человек по имени, может помните, как его звали? А? Адам? Нет, Абрам, да. Часто говорят Адам. Адам был первый человек, но еврея никогда не было. Вот самый первый еврей на земном шаре, это Авраам. Женой его помните, как звали? Сара. Авраам и Сара жили не здесь, жили они в большом языческом городе, который называется Урхалдейский. И стоял этот город на берегу реки Ефрат, очень плодородная долина между двумя реками Тигра и Ефрат. Ученые ее называют Месопотамия или Междуречи. И вот были времена, когда Авраам еще не был евреем, это был просто очень праведный человек. Сейчас узнаем, что такое еврей в переводе на русский язык. Был очень праведный человек, и вот во всем этом большом городе Урхалдейский только он один исповедовал веру в единого Бога. Остальные все были язычники, жители этого города Урхалдейский, поклонялись своим идолам и стуканам, нечистивыми были людьми. И вот в этом городе Авраам открывается к Господь и говорит, забирай всех своих учеников, забирай всю свою большую семью, любимую жену Сару и иди в те места, которые я тебе укажу, и там я произведу от тебя народ, исчисленный как песчинки на морском берегу. Где эта земля находилась, а вот как раз здесь, где сегодня современное государство Израиль находится. Тогда, 3800 лет назад, эта земля называлась Хананское царство, и жило здесь очень много разных народов, но вот объединяло их всех одно, они были язычники и не верили в единого Бога. И вот Авраам, после нескольких лет странствий, приходит сюда, в Хананские земли и в пустыне,